Учебный скандал разгорается в Актубе. Более ста студентов кампуса Херриот Уотт при Актюбинском региональном университете были отчислены прямо перед началом следующего учебного года. Якобы на второй курс их не перевели из-за низкого уровня знаний. И дети, и родители пребывают в шоке от известия. Времени на поступление в другие вузы уже не осталось. В проблеме разбиралась Ольга Литвина. Кампус британского университета Херриот Уотт открылся на базе Актюбинского регионального университета в прошлом году. Филиал зарубежного вуза на бесплатной основе зачислили 300 абитуриентов. Молодые люди должны были изучать технические специальности. Но после первого года 107 студентов отчислили. Гранты они тоже лишились. Я выхожу сразу к куратору. Я говорю, что это такое? Да, ваш ребенок не прошел. По нашим параметрам. Английский. Я говорю, ну вы когда принимали, вот столько родителей, да, 107 учеников, студентов, у них уровень не британский. Что, британцы могут за год выучить казахский язык? Почему они не идут ребенку родителям навстречу? Это куратор, она должна была нас зимой после первого семестра отбирать. Мы же все студентами были. Ваш ребенок хромает по этому предмету. Ваш ребенок, он не соответствует по этому предмету. Мы должны были знать. Обучение в филиале зарубежного вуза ведется на английском языке. Первый семестр дети углубленно изучали иностранный язык, а после зимней сессии в расписании появились дополнительные предметы. Освоить химию, математику и физику на английском многие не смогли. Хотя родители утверждают, при поступлении им обещали, изучению языка посвятят весь первый год. Изначально нам обещали, что первый год у них будет только на английский, ну, уровень английского поднимать. Хотя у моей дочки, ну, нормальный уровень. Ну, все равно, есть же разные дети. Их распределили по группам, по мере этой, по уровню развития английского. Еще обещали, что только на втором курсе, курсе начнутся основные предметы. Но они до этого не довели. Они тянули это время, вот в августе, в конце августа. Только мы узнали, что они были отчислены, сто с лишним студентов. В ректорате учебного заведения пояснили, студенты действительно не смогли освоить предметы на английском. Результаты летней сессии были известны в начале августа, но большинство студентов решились на пересдачу. Итоги повторных экзаменов стали известны накануне. И, к сожалению, большая часть оказалась неудовлетворительной. Тем не менее, ВУЗ предложил отчисленным альтернативный вариант. В настоящее время со всеми родителями была проведена встреча, со всеми созваниваемся. Университет идет навстречу и предлагает перестись на второй курс, на соответствующую образовательную программу, которая будет обучаться на родном языке, казахском или русском языках, в стенах нашего университета. На улицу мы никого не выгоняем. На втором курсе университета имени Жубанова студенты смогут учиться бесплатно. Третий и четвертый курс обучения будет проходить уже на платной основе. Ольга Литвина, Нуркенжал Мухан, Астана Таймс, Актубе.